Привет, друзья! Сегодня я поделюсь с вами своими тремя рецептами, три способа, как я употребляю вяленые помидорчики. Как вы знаете из моего последнего обзора в Костко, вы наверняка видели, что я купила вяленые помидорчики. Я вам рассказываю первый свой рецепт. Но это не рецепт, я просто делюсь именно тем способом, как я их употребляю, потому что меня как-то спрашивали. И просто я думаю, что возможно многие из вас делают это точно так же, или может быть многие из вас делают это по-другому, поэтому поделитесь в описании к этому видео. Итак, два кусочка хлеба, это у нас будет тост горячий, немножечко сыра. Теперь, так как я его буду, когда он будет уже готов разрезать напополам, я с двух сторон выкладываю, ну как вы любите, я на каждую половинку, потому что я жалею, я берегу свои помидорчики, чтобы мне их на дольше хватило, на каждую половинку раскладываю по половинке помидора. Они у меня так вот разрезаны здесь, секунду. Вот, видите, одна половина, вторая. Так, сверху я присыпаю еще немножечко так вот сыром помидорчики. И прикрываю второй половинкой сверху. Теперь отправляем это в гриль. Несколько кусочков огурчика. И самое главное, хлебушек напополам. Вот как это выглядит изнутри. Подаем это с огурчиком. К завтраку, гостям, как вы решаете. Кушаем, сейчас покажу как. Так, выкладываем огурчики вот так, прям поверху. Можете есть как хотите. В общем, кусаем. Господи, что может быть вкуснее этого? Ничего. Обалденно. Даже когда вы подаете завтрак для родных, для близких, для друзей, для гостей, которые у вас гостят, чашечка кофе. Вот с таким вот сэндвичем, тостером, тостом. Называйте как хотите. Вас не забудут никогда. Вас никогда не забудут. Улёт. Это улёт конкретный. Невероятно вкусно. Ну, просто невероятно вкусно, сытно. Рекомендую. Второе наипростейшее употребление – это крекеры. Ну, вы можете брать на самом деле то, что вот вы любите. Крекеры, там хлебушек какой-нибудь вкусный. Я использую 14-процентную сметанку. Вот прям выкладываю её вот так в тарелочку. Кстати, в ресторанах можно очень часто увидеть именно вот такую подачу. И это делают, кстати, не только с вялеными помидорами, а также и с артишоками, вялеными или в масле. И вот так вот выкладываю несколько помидорчиков. Приятного аппетита! Мы видим, как это естся. Следующим образом мы накладываем вот так вот немного сметаны на крекер. И отрезаем. Для примера просто показываю. Отрезаем. Немного помидора. Просто обалдеть. Значит, ребята, для моего следующего блюда мне понадобится вода, которую мы уже поставили на плиту. Посолили. Теперь вы можете делать это отдельными ингредиентами. То есть, например, как я. Порезать лук. Измельчить чеснок, как вам нравится. Хотите через чеснокодаку, хотите почистите. Но я буду использовать так, как у меня едят дети. Мне нужно всё измельчить до состояния невидимости. Поэтому то, что мы будем делать. Я уже здесь приготовила в маленьком блендере измельчители. Буквально 6 половинок моих дрей-томейтос сухих томатов. Они у меня, напоминаю, в масле. Сюда же я забрасываю 2 зубчика чеснока. Опять-таки, это по вкусу. У меня небольшая достаточно порция. Поэтому я 2 непосредственно ложу. И как только мы измельчим все наши ингредиенты, они будут готовы уже к соусу. Для соуса нам понадобится также сковорода, на которую будет выложено буквально несколько ложек сливочного масла. Естественно, немножечко растительного масла. Это обязательная смесь для любых итальянских блюд. А это именно является итальянским блюдом. Затем, когда наше масло уже растопилось хорошо и наша смесь готова, мы добавляем это все в сковороду. И начинаем хорошенечко выжаривать. Жарим, помешиваем. Что называется, константли. Постоянно перемешиваем нашу смесь, чтобы она равномерно была обжаренная, вся там сдружилась. И она должна быть хорошо вот так вот прижарена. Когда вы увидите, что вы получили нужный результат, ожидаемый вам, вы добавляете полстакана молока и полстакана жидкости, в которой варятся ваши макароны. Это великолепная основа, в принципе, для любого итальянского соуса молоко и та жидкость, в которой варятся макароны. И пропорции уже соблюдайте такие, как вы считаете нужным. Ну, в данном случае я вот дам моим еще немножко прижариться к основе для соуса. И уже скоро совсем начну добавлять свои макароны прямо сюда. Я даже не буду их сливать в друшлаг. Но это, конечно, как кому удобно. Итак, моя подлива уже необходимой консистенции. Добавляем нужную жидкость. Перемешиваем. макароны. Мяу! Что? Осторожно. Ноги-то здесь могла обжечься сейчас. Мяу! Мяу! Сейчас мама делает макарончики. Все, финальный этап. Мы выключаем уже огонь и хорошенечко вымешиваем нашу пасту с нашим соусом. Господи, это невероятно пахнет. Если еще есть свежий базилик, то вообще невероятно. Ну, или любая зелень, которую вы любите. Ну, базилик это, да, по-итальянски. Очень, очень по-итальянски. Прелесть. Просто прелесть. Ребята, это супер. Макарончики готовые. Итальянские. Видите, они так цепляются за широкие полоски. Ну, вообще, вот разве эти соусы итальянские, да, и вот это все можно чем-то испортить? По-моему, нет. Смотрите, какая прелесть. Класс. Короче, ребята, рекомендую. Приятного аппетита. Повторяйте мой рецепт и делитесь своими впечатлениями. Ммм. Приятного всем аппетита. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok